Я часто замечаю, когда я разговариваю, когда я слышу, как наши соотечественники говорят на иврите, то частенько бывает, что упускается какое-то одно слово, и это одно слово может поменять полностью правильность сказанного. И давайте для примера возьмем на русском языке вот такое предложение. Для примера, здесь много деревьев, и здесь очень красиво, или здесь тихо, и здесь много деревьев. Какие у нас тут слова? У нас есть слово деревья, у нас есть слово красиво, как на речи яфе, или тихо, шакет. У нас есть слово много, много на иврите арбе, и у нас есть слово здесь, здесь на иврите будет кан. Как говорят на иврите альпанав, вроде ничего такого особенно в этом предложении нету, но есть маленькое но. Если я говорю здесь много деревьев, здесь красиво, я так и говорю на иврите, один в один. Яфе кан, кан яфе, если здесь тихо, шакет кан, шакет, это тихо, кан шакет, и так далее. Но, если я хочу сказать здесь много деревьев, то я уже обязан использовать слово ешь. И это логично. Ведь если я хочу сказать здесь много деревьев с одной стороны, а с другой стороны здесь нет деревьев, то я скажу эйн, эцим, нет. А в противовес слову нет, родительного падежа, чего нет, у нас есть слово есть. Просто в русском языке мы не говорим, здесь есть много деревьев. Мы можем так сказать, но уже наличия там наречия много, меня в общем-то не обязательно обязует, мне не обязует вообще говорить слово есть. А на иврите вы обязаны, на иврите вы обязаны сказать ешкан или по, если мы говорим тут, ешкан арбей цим. А потом уже можете сказать яфе по, яфе кан, шакет кан, ешкан арбей цим. Окей? И я уверен, что для многих это далеко не открытие, но тем не менее, обращайте внимание на эти моменты, потому что это мелочи, но из этих мелочей, мелочей, в общем-то сотканный язык. Поэтому обязательно, когда речь идет о наличии чего-то или кого-то в каком-либо месте, обязательно говорите со словом еш, причем в начале. Если я говорю, о, здесь шумно, здесь много людей. Само по себе шумно это наречие, я могу сказать ро-эш, ро-эшкан от слова раш. И мне не нужно слово еш. Если я говорю, здесь сильный шум, то тогда я обязан сказать, есть здесь сильный шум. Ешкан раш хазак. А не просто кан, раш хазак. Потому что это уже существительное. Это уже наличие чего-то в каком-либо месте. И не обязательно здесь. Если я говорю, там много людей. Нахон? Там много деревьев. Я должен сказать еш шам арбе анащим. Еш шам арбе цим. В общем, я ко всему должен добавить обязательно. Еш. В перевес этому я, конечно, скажу эйн. Нахон? Нет чего-то. Ну и так далее. Понимаете, о чем я? Но это не только касается наличия. Опять же, когда мы говорим про какие-то субъекты, наличие вот есть или нет, мы обязательно должны сказать еш. Нахон? Даже если мы не говорим просто много чего-то. Просто мы говорим, здесь люди. Да, здесь свободные места. Но даже когда мы говорим о наличии чего-то у кого-то. Нахон? И опять же, в русском языке я могу сказать, у него новая машина. У нее новая работа. Нахон? Я не обязан говорить, у нее есть новая работа. Почему? Ну, если она новая, то она точно есть. Поэтому я дал ей какое-то описание. И предлог у сам по себе уже отвечает на вопрос, что у нее она есть. Верно? В эврите мы обязаны опять добавить слово еш. Если я хочу в эврите сказать, у нее новая работа. Или у меня новая работа. Или у меня новая машина, неважно. Или у тебя большая семья. Или, неважно, что-либо. То я обязан добавить еш. Еш ли а вода хадаша. Еш ло ото хадаш. Еш ла миш паха гду ла. И так далее, Нахон? То есть, обязательно, обязательно, обязательно еш. Потому что в перевес вы все равно скажете, нет чего-то. У меня нет новой работы. Нет новой машины. А если чего-то нет, то обратная сторона монеты, это будет наличие. То есть, есть. А где мы еще используем с вами еш? В каких случаях? Давайте. Если мы уже задели тему еш. Разберем его как надо. Где мы еще используем еш? Мы еще используем еш как модальный глагол в контексте необходимо. Необходимо. Необходимо что-то делать. Надо. Надо соблюдать. И да, мы можем использовать слово царых и так далее. Но когда мы, Нахон, видео Юлия уже написала, когда нужно что-то сделать, как правило, вы это видите на вывесках каких-то более формальном таком обращении. Например, необходимо соблюдать тишину, чистоту, необходимо мыть руки и так далее. Вот это вот будет словом еш. Еш лиш мораль ашекет. Еш лиш мораль ни кайон. То же самое, кстати, со словом эйн. Нахон, когда мы говорим, если еш, это необходимо что-то делать, то эйн, это запрещено что-то делать. Поэтому эйн лизрок ашпа михуцла халон. Эйн выбрасывать, то есть запрещено. Нахон, запрещено выбрасывать. Ашпа. Ашпа это у нас мусор. И запрещено эйн что-то делать. Еш. Наоборот, надо что-то делать. Еш лиш мораль. То, что необходимо соблюдать. Еш ли вдок. Ну, в общем, любой вот этот вот еш, он будет более формальный в контексте что-то необходимо делать, что-то надо сделать. Оно даже как более, знаете, как требуется вот что-то сделать. Требуется. Не просто надо. Надо это такое. Ну, надо так надо. А может и не надо. А еш не оставляет большого выбора. Поэтому я вас прошу еш. И еще кое-что. Смотрите, еш встречается. Мы уже говорим про еш. Кто с вами встречал вот такую форму? Я пропишу ее. В третьем лице, как правило. Ешно. Ешна. Ешнам. Ешнан. Кто-то вот встречался с такими формами? Которые я сейчас написал. Ешно. Ешна. Ешнам. Ешнам. Если встречались, пишите. Да. Если нет, пишите. Нет. Как мы это переводим? По идее. И вообще, что вот это за окончание? Но. Оно вам не знакомо из таких слов, как эйно, эйна, эйнэни? Нет. Окей. В общем, как правило, это будет использоваться только в третьем лице, когда речь идет о чем-то или о ком-то. Но о чем-то или о ком-то, это как бы всегда будет кто-то. А кто-то это либо он, либо она, либо оно, чего нету вы вредите, либо они. Двух родов. Да. Они мужского, они женского. И ешно переводится как местоимение, местоименные суффиксы, да, можно сказать. В общем, это переводится как есть или существует что-то. По сути, это тот же еш. То есть, я могу сказать еш маком миюхад, есть особое место, особенное. Я могу сказать ешно маком миюхад. Вот существует особое место, есть вот такое, где-то такое есть. Вот есть. Опять же, можно и просто еш использовать, да, а можно сказать ешно. Это более такой уже язык. Иврит кцат йо таргвуа. Чуть-чуть. Ешно, ешна и так далее. Я тоже нам могу сказать ешнам бяйот мису ямод. Я могу сказать просто еш бяйот мису ямод. Есть какие-либо проблемы, есть, существуют. Ешнам. Вот и все. Просто, если вы с этим столкнетесь, не пугайтесь. Это просто обычный еш, который решил одеть такой вечерний фрак, попить вкусного, дорогого вина, почувствовать себя аристократом. Ла ма ло. Но от этого он меньше еш не стал. Ешно, ешна, ешнам, ешна. Так и запомните. Что еще про еш можно вспомнить? Какого-то есть доводы какие-то? Ну да, не забывайте, что еш в прошедшем времени это глагол быть, был и будет. Правильно? Был и будет. А еш это, можно сказать, что это как бы настоящее время. Его. Но это не совсем настоящее время, это не совсем глагол. Но в общем-то мы используем, как и в русском языке. Было, есть и будет. А я еш в е. Нахон? А я лизман, еш лизман и е лизман. То есть у меня было время, есть время, будет время. Нахон кричат еш. Нахон. Мы, кстати, говорили про междеметие. Был прошлый, по-моему, эфир или позапрошлый. Да, как ура, есть. Супер, получилось, да, получилось. Как ес, такой английский. Еш и в шарут. Тоже, да, спрашивают, когда, типа, есть возможность. Еш и в шарут. Еш в еш. Нахон, а за еш в еш. Как мы это переведем? Ну, как, по смыслу. Когда мы хотим сказать, есть такие, а есть такие, да? Есть и есть. Но это как раз на раз не приходится. На русском говорят, типа, еш в еш. Ну, если используют, как раз на раз не приходится. Бывают такие, а бывают такие. Бывают такие, в общем, да, еш в еш. Не все одинаковые. Как кто-то говорил, все животные равны, но есть животные, которые ровнее, да? Еш в еш. То, хеврай, то дораба шейтемпо. Спонтанный эфир, надеюсь, для кого-то что-то дало. Не забывайте использовать еш в любой ситуации. Напомню, когда вы говорите о наличии чего-либо или кого-либо, где-либо. Ну, да, что-то вроде такое и такое. Есть такое, есть такое, можно так. А можно перевести как раз на раз не приходится. Еш в еш. Вот есть такие дни, а бывают такие дни. В общем, не дискриминируйте еш. Не забывайте про него. Он важная частица в иврите. И всегда он идет в противовес слову эйн. То есть там, где вы использовали бы эйн в отрицании, запомните, всегда будет еш в положительной форме. Даже если в русском языке мы не используем его, потому что, не знаю почему. Почему? Потому что у нас есть наречия, прилагательные и так далее, которые, в общем-то, они компенсируют вот это вот подмечание, наличие. Но в иврите мы обязаны говорить еш канарбянащим еш помищу. То есть тут кто-то, кто-то, кто-то здесь, да. Я говорю, здесь кто-то есть. Ну и в русском мы говорим, здесь кто-то есть. Но иногда мы не говорим есть, а в иврите мы всегда должны говорить есть. Вот и все. Вот этот момент не забывайте. Права на выбор у вас нет. Мы всегда должны говорить еш. Если мы говорим как бы вот сейчас, естественно, было будет, тут уже включаются времена. И тут вы без этого не обойдетесь, ни в русском не говорите. Все, ребят, если вы хотите более подробно и отрабатывать это в активной форме, напоминаю, переходите на тренажер иврита. У нас очень интересный эфир, мы разбираем видеоролики, мы разбираем песни и потом используем эти слова в новых предложениях, составляем предложения. В общем, все как надо. Присоединяйтесь и повышайте собственные скиллз. На иврите кишурим, скиллз, навыки. Боули, мишпахаты, тренажер иврита. Все, всего доброго и до встречи на следующем эфире, конечно же.